Программа «Дефакто» на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте! Выходные в огне. Серия пожаров произошла в Гомельской области за несколько суток, а в Жлобине полыхало складское помещение. Правила дорожного движения пишутся трагедиями, ДТП с мотоциклистом и массовое столкновение в Реческом районе. Бесстрашные осторожа, эксперты по запахам и преданные напарники, как воспитываются служебные собаки Департамента охраны, выясняла Вероника Гамзюкова. О работе подразделений и нюансах современных охранных систем поговорим с начальником Гомельского областного управления Департамента охраны Александром Лисимовым. А также «Красное небо» в штате Колорадо, «Китаец на капоте» и «Спасение котенка из бутыли» в рубрике «Я очевидец». Оставайтесь на Беларусь 4. Начнем, как обычно, с обзора происшествий в Гомельской области за неделю. Сотрудники ГАИ раскрыли кражу велосипеда. Сообщение о пропаже железного коня поступило от жительницы деревни Березки Гомельского района. Женщина рассказала, что около одного из магазинов похитили ее двухколесный аист. На следующий день сотрудники Дорожно-постовой службы обратили внимание на велосипедиста. Он передвигался на похожем велосипеде. Сотрудники ГАИ потребовали остановиться, но мужчина проигнорировал требования и продолжил движение. Правоохранители перекрыли ему дорогу и остановили. В ходе разбирательств молодой человек признался, что велосипед не его. Мужчину вместе с транспортом доставили в РУВД, где житель Ветковского района сознался в преступлении. Возбуждено уголовное дело. В Гомеле зафиксировано возгорание авто. Женщина-водитель двигалась вместе с коллегой по улице Ильича. Во время движения она заметила дым из-под капота авто. Автоледи вызвала сотрудников МЧС. По данному факту проводится проверка. В Жлобине горело здание производственного предприятия. Огонь распространился в неэксплуатируемом помещении на третьем этаже. На первом разместились арендаторы, второй не использовался. Огонь вырывался из окон. Открытым пламенем горела кровля здания. Очевидцы сняли момент пожара еще до приезда экстренных служб. Собственник здания – Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью. Пожар был ликвидирован спасателями. Внутри уничтожен деревянный пол на площади 150 квадратных метров и мебель. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется. А в Гомеле пожарным поступило сообщение, что на улице Дворникова горит газель. В результате возгорания поврежден только моторный отсек. Собственник машины устанавливается. Эти кадры сделаны в переулке Васильево и областного центра. Горел склад частной пилорамы с материалами. 10 кубометров доски уничтожено. Остальное успели потушить пожарные. Травмированных и погибших нет. Предварительная причина – поджог. В Гомеле произошел пожар в магазине «Мартин», расположенном на улице Барыкино. Оказалось, огонь распространился в подсобном помещении магазина. Первыми на место ЧП прибыли сотрудники отдела департамента охраны. Им удалось избить пламя при помощи огнетушителей. Ну а спасатели впоследствии полностью потушили пожар. Четыре покупателя и 12 человек персонала магазина покинули помещение еще до приезда пожарных. Пострадавших нет. Предварительная причина ЧП – техническая неисправность электрооборудования. В субботу произошла авария, из-за которой травмы получили три невиновных человека. В Речевском районе бесправник устроил массовое ДТП. Он сел за руль автомобиля БМВ из-за неправильно выбранной дистанции, столкнулся с Ауди и съехал в кювет. Получившая удар иномарка, выехала на встречную полосу и столкнулась там с автомобилем Рено. В итоге 23-летняя девушка – пассажир последней легковушки, ее водитель и 18-летняя пассажир БМВ получили травмы. В Гомеле спасатели помогли котенку выбраться из-за подни. Он застрял на отливе окна продуктового магазина. Постоянный едок просрочки просунул лапу под обшивку здания и оказался в ловушке. Спасать объект всеобщей любви продавцов и посетителей приехали работники МЧС. Чтобы извлечь его из-за подни, пришлось отжать сайдинговую панель. Для котенка все закончилось хорошо. Благодаря служебным собакам Гомельского областного управления Департамента охраны МВД удалось раскрыть не одно злодеяние. Они помогают задерживать опасных преступников по горячим следам, находят спрятанные похищенные вещи и патрулируют улицы в составе группы задержания. Об особенностях работы с собаками и их дрессировке узнала наш корреспондент Вероника Гомзюкова. Собаки помогают раскрывать дела не только во время основной работы. В Гомеле на тренировке немецкая овчарка Лира нашла снаряд времен Великой Отечественной войны. Между отработкой команд Лира резво побежала вглубь леса. Что-то привлекло ее внимание. Оказалась минометная мина, которую впоследствии саперно-пиротехническая группа вывезла для обезвреживания. Говорят, собаки обладают хорошим нюхом. И сейчас мы это проверим. На площадке, которая за мной, я спрятала свои очки. И сейчас мы проверим, как Нельси их найдет. Стас, скажите, вот что сейчас нужно сделать мне после того, как я спрятала свои очки? Нужно искомый запах себе обозначить. То есть можно даже микрофон попробовать, чтобы собака знала, какой запах она должна запомнить и какой ей нужно найти. Вот такие вот вопросы. Ну давайте попробуем. Покажи. 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 Хорошо. В итоге поиск очков у Нельси занял полторы минуты. В городских условиях собакам работать сложнее. Здесь много посторонних запахов. Для тех же четырех лап из границы поисковая площадка, как чистый лист. Но кинологи отмечают, служебный пес может учуять запах и взять след даже спустя несколько дней с момента совершения преступления. У нас используются в основном немецкие овчарки. В данном кадре присутствуют. У нас малиноа, бельгийская овчарка молодая, которая проходит сейчас обучение с кинологом на замену его повзрослевшей служебной собаке. Используются они с целью работы по запаховому следу, а также задержания правонарушителей. Сегодня в питомнике Гомельского областного управления департамента охраны находится около 20 собак. Часть из них – молодежь. Ее привезли вместе с кинологами для обучения. Получать новые знания будут и люди, и животные. В процессе тренировок у четырех лап их правоохранителей постараются выявить главное качество служебной собаки. Скорость, хороший нюх, смелость. Пес не должен бояться выстрелов и людей. Собаку социализируют, приучают к самому снаряжению, а также приучают ее работать за еду. Это основное. Никто их у нас особо не бьет, ничего насильственных способов не применяется. Шефствует на четвероногим сыщикам только один специалист. Передача другому своего питомца недопустимо. Кинологи, как правило, получают на обучение щенков трехмесячного возраста. Требуется порядка двух-трех месяцев, чтобы у собаки выработались какие-то азы. И далее уже переходит совместно же с общим курсом дрессировки. Параллельно обучают специальному курсу дрессировки. В нее уходит работа по следу, выборка вещи, выборка человека, задержание, поиск стрелянных гильз. В среднем собака несет службу около восьми лет. Иногда этот срок может быть продлен. Проводится комиссионное тестирование. Если собака не утратила рабочих качеств и выполняет все нормативы, то ее оставляют. В большинстве случаев после завершения карьеры четвероногих напарников кинологи забирают к себе. В обязанности кинологов также входит уборка вольеров, уход за питомцами, их выгул. За питание мохнатых сыщиков отвечает вожатый служебных собак. Первое питание у нас происходит где-то в 4.30 утра, потому что нам нужно еще покормивши собак выгулять их, чтобы она заступила на службу. И второе питание у нас происходит, как бы даже у нас вот есть, происходит как бы с 16 до 17 часов, потому что собака заступает в 20.00 на службу, на ночную уже службу. В рационе только сбалансированное питание, которое подбирает ветеринар. Одни едят сухие корма, другие – натуральную пищу, которую готовят из круп, мяса и овощей. Питомник вообще создан для первоначальной подготовки и повышения квалификации сотрудников, которые работают в Гомельском областном управлении. И это первая задача. А второе – это для разведения щенков, которые уходят на нужды Гомельского областного управления, департамента охраны. Не все сотрудники имеют возможность приобрести щенка за свои личные средства, либо по каким-то своим мотивам. Поэтому мы им передаем служебных собак. Стоимость щенка – около 200 рублей. Цена хорошо обученной служебной собаки может достигать нескольких тысяч долларов. Цена животного зависит от родословной и от уровня подготовки. Шлифовать навыки помогают и кинологические конкурсы, которые проходят как в Беларуси, так и за рубежом. Департамент охраны – сегодня одно из самых мобильных подразделений в системе МВД, оснащенная современной техникой и вооружением, которое оказывает услуги по охране объектов всех форм собственности, обеспечивает охрану физических лиц и грузов, занимается проектированием, монтажом и техническим обслуживанием и ремонтом средств и систем охраны. Во время съемок проходили учения. Дежурный музей истории Гомеля нажал на кнопку тревоги. По легенде, к ним ворвался мужчина в балаклаве. Сотрудники департамента охраны приезжают и оперативно задерживают нарушителя. Кинологический наряд работает на улицах областного центра каждый день. При необходимости его задействуют на местах совершения преступлений. Вероника Гомзюкова, Евгений Макеенко. Специально для программы «Дефакто». О деятельности подразделений Гомельского областного управления департамента охраны, мобильности и оснащенности экипажа, а также некоторых нюансах работы охранных систем прямо сейчас в студии программы «Дефакто». Поговорим с начальником управления Александром Лисимовым. Александр Федорович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Какова сегодня роль подразделений департамента охраны в обеспечении безопасности и противодействии преступности? Департамент охраны – это структурное подразделение МВД, которое определяет имущественную безопасность всех видов форм собственности. Это как государственное, частное, юридическое, физическое лицо на договорной основе. То есть по договорам работаем вот так. Ну, мне кажется, сотрудники департамента охраны всегда первыми прибывают на место происшествия, если поступает вызов, если не находятся поблизости, либо патрулируют территорию. Все правильно? Да, Александр, правильно. Мгновенно идет передача сработки на группу задержания, дежурное пульта управления передает. И группа в кричайшее время движется незамедлительно. Это может быть и минута, и 30 секунд. Ну, такое время определенное, которое до 6 минут, у нас до 7 минут прибытия. Но мы прибываем гораздо быстрее. И ситуации бывают разными. Вот недавно, например, в магазине Мартина по улице Барыкина областного центра, да, сотрудники прибыли и помогли тушить пожар. Это позавчера буквально было. В советском отделе охраны сработал прибор. То есть было возгорание в складских помещениях, сработал прибор, группа наша прибыла. И они вошли внутрь, увидели огнетушитель стоит и смогли сбить до приезда МЧС, смогли сбить возгорание, которое видимое. Ну, а дальше работали сотрудники МЧС, и вот совместными, значит, усилиями было предотвращено пожар, и как бы не сгорел этот магазин, большое здание. Я думаю, что роль была весомая сотрудников Департамента охраны, вот в ликвидации этой чрезвычайной ситуации. Что касается противодействия преступности, каковы шансы уйти, допустим, у грабителей или воришки, если сработала тревожная кнопка, либо сигнализация? Ну, шансов практически нет. Наши сотрудники, они мобильные, и оснащены, и хорошо обучены на защиту всех форм собственности. То есть мы постоянно отрабатываем тактику действий наших работников, как мы осматриваем тот или иной объект, квартиру, если срабатывает кнопка тревожной сигнализации и так далее. То есть у нас идет большой процесс обучения личного состава, и уже ежедневно проводим разбор полетов по несению службы. Поэтому шансов практически нет. Там, где и установлена охрана, охрана пожарной сигнализации, то это надежно. Надежно это еще и потому, что такие объекты стараются избегать права нарушителей. И вот вытекающий вопрос, в чем заключается профилактика преступлений, которые проводят сотрудники департамента охраны? Александр, согласитесь, если уже установлена охранная сигнализация, ну, зачем преступнику себе рисковать? Зачем ему проблемы лишние? Он будет понимать, что зачем лезть, если через 2-3 минуты приедет группа задержания, и в некоторых моментах и не одна группа задержания у нас по нашей тактике действия, если сработали какие-то важные объекты, у нас движется и одна, и две группы задержания, и помощь соседнего района, может быть, если это брать его город Гомель. Поэтому здесь понятно, ну, есть попытки проникновения на наши объекты. В этом году их было уже порядка 10 попыток проникновения, и все они были задержания. Без шансов. Где-то преступники, где-то хулиганы, просто мелкие хулиганы, где-то кто-то стекло разбил, где-то попытка ворвать магазин. Ну, как бы, задерживаем всех. Как проводится процедура постановки жилья, либо служебного помещения под охрану? Значит, ну, это первое, это несколько видов необходимым. Просто прийти в наше подразделение охраны, значит, прийти, написать заявление, и в кратчайшее время, значит, мы приведем обследование объекта, будут подготовлены проектные работы и строительно-монтажные работы, то есть объект будет принят под охрану. То есть это первое, прийти в подразделение, написать заявление. Второе, это по телефону позвонить. Мы оказываем услуги, поэтому с удовольствием сами приедем, все эти работы приведем, значит, уже непосредственно на объекте. И третье, это есть свой наш сайт, гомеляхрана.бай, поэтому можно все это сделать, то есть написать заявление на сайте, это тоже самое, очень-очень быстро. Мы в целом заинтересованы в этом. Это что касается квартиры и помещений на территории городов, а что касается домов, дач на территории сельской местности, вот многие, может быть, заблуждаются, а может быть, не решаются набрать и позвонить, потому что думают, что такие объекты невозможно поставить под охрану. Правильно ли это и так? Александр, значит, нет, оно до пяти километров от района, где находится наша группа задержания, мы эти объекты берем под охрану. Свыше пяти и далее километра, то есть, если это дача или частный дом, но группа невозможно уехать, потому что мы не можем оставить зону маршрута патрулина надолго, значит, есть такая услуга по контролю за сигнализацией. То есть, сработал этот объект, мы берем его под охрану, сработал, идет сигнал тревоги дачи, допустим, он идет на пульт централизованного наблюдения, ну а дальнейшее этот сигнал передается в ОВД, или он передается непосредственно, может, на телефон хозяину и с последующим уже определением, то ли если он будет понимать, что там залезли, то есть, звонок по ОВД, то есть, ОВД реагирует совместно с нами. Мы уже смотрим в зависимости, кто свободнее в это, кто не загружен. Если наши подразделения менее загружены, то мы можем выехать, а, соответственно, подразделения ОВД того района прикроют охрану здесь, в городе пока. И это тоже важно, да, вот такая оперативность в деле раскрытия преступления по горячим следам? Да, подразделения охраны по горячим следам мы ежедневно, ну, так нельзя говорить, количество, но ежедневно раскрываются преступления по горячим следам. Это и хулиганство, это и кражи различных форм собственности, это и убийство, и причинение тяжких. То есть, мы, в принципе, на передовой находимся ежесуточно. В Гомельской области работает 50 групп задержания ежесуточно. То есть, вот 50 автомобилей, в которых находятся подготовленные сотрудники милиции, экипированные в хорошей физической форме, они обеспечивают, значит, покой в нашей области и правопорядок. Учитывая сегодняшнюю политико-экономическую ситуацию на территории нашей страны, конечно, сложно предсказать динамику цен, но тем не менее, как сегодня формируется стоимость услуг Гомельского областного управления Департамента охраны? Ну, давайте поговорим о цене, начнем с малого, о цене на квартиру. Ежемесячная оплата, абонентская оплата 9 рублей 60 копеек. 9 рублей 60 копеек. Это небольшая сумма, и люди уверены, которые сдали эту квартиру, что все в безопасности. Они спокойно могут уезжать в отпуск, спокойно могут идти на работу и так далее, и так далее. Кроме этого, на объектах частных, ну, не физических лиц, значит, частной формы, то есть дома, квартиры, дополнительно может устанавливаться кнопка тревожной сигнализации. И она в зависимости, если уже квартира оборудована сигнализацией, то дополнительно необходимо заплатить будет 40 рублей, и у вас установится еще к этой, значит, к охране кнопка тревожной сигнализации, которую вы можете в любой момент вызвать милицию. В любой момент. То есть дома нажали, как что-то услышали дома, не дай бог, какие-то шумы, еще не надо где-то выходить, себя нажали, кнопочку мы приедем. В чем еще плюс такой тревожной кнопки? Ну, во-первых, не всегда можешь дозвониться где-то еще, да, во-вторых, быстрота, пока ты надумал что-то, а здесь просто нажал, мы приехали, и не надо стесняться нажимать тревожную сигнализацию. И скрытость вызова сотрудников милиции, правда? Да, конечно, и скрытость, и плюс, есть она, может быть, стационарно установлена, а есть дома брелок, то есть определенный брелок, который ты вышел, если это частный дом, ну, только уже, я понимаю, не много квартир, но сейчас он во дворе где-то что-то услышал за брелком, значит, нажал, или если вдруг остаются одни, ну, дети, может быть, значит, женщины ночью боятся, ну, брелок можно где-нибудь положить рядом с кроватью и в любой момент под подушку, чтобы оно было. Ну, я так в шутку, конечно, говорю, где-то рядом, да? Да, где-то рядом, да. Все большую популярность набирают, скажем так, системы охраны объектов на предприятиях и так далее. В какую здесь может предложить помощь сотрудники Департамента охраны? Спасибо за вопрос, Александр. Я вот, пользуясь случаем, хочу предложить такое вот для предприятий устройство контроля персонала. Это должно заинтересовать руководителей. Значит, это установлен прибор, не на нашем сторожевом посту, там, где есть ведомственная охрана, установлен прибор и задача, значит, данного сотрудника, который там дежурит, ежечасно делать отметку, допустим, ну, определимся в ночное время, ежечасно. Если он по какой-либо причине забыл это сделать, просто приложить чип. Если он забыл по какой-то причине это сделать, тут же идет тревога на пульт, выезжает наша группа задержания. И очень многие хозорные, кстати, спасибо им за это, уже пользуются данной услугой, потому что здесь можно предотвратить и сон. Понятно, человек может уснуть, да, где-то на посту. То есть, ну, в большей степени, вот плохо стало человеку, и много таких случаев, когда приезжают наши сотрудники, а человеку то ли сердце, то ли еще как-то плохо, и мы как бы спасаем даже жизни. Ну и безопасность этого объекта. То есть понимать руководитель должен, что если сотрудник штатный этого предприятия не вышел на связь моментом нажатия вот этой кнопки, чипа этого приложения, то группа задержания поедет и посмотрит, что там случилось. То есть имеют место, к сожалению, и на неохраняемых нашим объектах, и работа сторожей в состоянии алкогольного опьянения. То есть тут же сменяем доклад директоров, и как бы, ну, это безопасность предприятия. Ну, это еще и контроль. И контроль, это да, это контроль. Понятие охрана, конечно же, в большей степени ассоциируется с охранностью имущества, но сегодня это еще и безопасность, личная безопасность граждан. Что в этом направлении могут предложить сотрудники Департамента охраны населению? Ну, личная безопасность граждан, мы уже говорили, это вот кнопка тревожной сигнализации, которая, значит, находится как переносная, как стационарная. Это объекты любой формы, это могут быть гаражи, если интересует частная форма собственности, это может быть баня, отдельно стоящие какие-то объекты. То есть все это мы берем под охрану, и с учетом, если уже есть и установлены какие-то приборы наши до этого, то это будет дальше гораздо дешевле. А, например, вагончик на даче, вот человек поставил вагончик, там у него какая-то техника, инвентарь. Да, 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 и многие, вот потому что строительные работы идут, зачастую есть факты хищения, есть факты краж, поэтому и вагончик здесь проблем нет, главное, было бы желание человека, мы возьмем. – Какие требования сегодня определяются к кандидатам на службу в сотрудники Департамента охраны? – Ну, Александр, требования, наверное, те же, что и были для сотрудников. Значит, ну, возрастной ценз до 28 лет, он должен физически быть крепкий. При имуществе мы определяем для сотрудников, которые прослужили в вооруженных силах, которые имеют хорошее здоровье, которые, ну, были в ладу, здесь понятно, с законом, и в том числе административные правонарушения, чтобы они отсутствовали. Ну, и самое главное, желание человека, который приходит и будет приносить пользу обществу, государству, пользу людям, своей семье. Работа у подразделения охраны, я считаю, почетна, достойна и очень солидна. – Александр Федорович, я благодарю вас за содержательный и конструктивный разговор. – Спасибо, Александр. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» – подборка мировых происшествий, снятых на камеры телефонов, систем наблюдения и авторегистраторов. Посмотрите на эту чайку. Она, осматриваясь, по-свойски заходит в магазин. Думаете, эта птица здесь из любопытства? Ошибаетесь. Строгий расчет. Хвать упаковку с орехами и скорее бежать, пока секрети на выходе не поймали и не пустили на суп. Хотя кто же будет варить суп из чайки? Мясо-то непригодное. Посмотрите, как от свечки загорается комната в доме. Этот 88-летний американец страдает рассеянным вниманием и не заметил, как загорели шторы. Ветер направлял их в сторону столика, на котором горела свеча. В итоге занавески сначала дымили, а потом заполыхали в одночасье. Благо, в этот момент в дом вернулась сиделка. По чистой случайности она забыла свою сумку и спасла хозяина. Пожарные потушили пламя. В штате Орегон из-за продолжающихся лесных пожаров и особых климатических условий небо сделалось красным. По данным Департамента окружающей среды, на территории округа значительно ухудшилось качество воздуха. Показатели загрязненности приблизились к небезопасным. Если пожары не утихнут, встанет вопрос об эвакуации населения. А в Дендере, штат Колорадо, США, выпал снег. 8 сентября люди проснулись и увидели, что все кругом белое. Снег выпал неожиданно рано, что удивительно, сразу после жарких выходных. Вокруг города тоже не стихают локальные лесные пожары, и жители надеются, что осадки в виде снега поспособствуют нормализации обстановки. А это Индия. Природный способ быстрой транспортировки. Наводнение не помеха для местных. Они используют быстрые потоки воды, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. При этом аттракцион гарантирует массу эмоций, но не дает страховку на случай травм. В Хабаровске у грузовика неожиданно отказали тормоза, и он стал скатываться задним ходом вниз по склону улицы. Несколько легковых машин, которые оказались на его пути, успели сдать назад и избежали столкновения. Не повезло припаркованным авто. Грузовик зацепил их кузовом и нанес повреждения. А потом врезался и в машины, которые участвовали в дорожном движении. Люди не пострадали. Семейные разборки – та еще чертовщина. Этот китаец из-за них оказался на капоте автомобиля. Мужчина шел по пешеходному переходу, случайно увидел в салоне авто свою жену и попытался задержать машину. Но женщина приказала водителю давить на газ. Так благоверный оказался в удручающем положении. На капоте он проехал 20 километров по шоссе, пока полиция не остановила этот беспредел и не задержала лихую тройку. В Словакии наглый покупатель пришел в ярость. Ударил кассира и мужчину, который оказался рядом. А потом набросился с ударами на случайного посетителя. Но тот оказался не промах и устроил наглецу настоящую взбучку. Терпеть такой дерзости мужчина не стал и отвесил хаму с десяток размашистых ударов. Один из тех случаев, когда виновника настигла мгновенная карма. На этом у меня все. Берегите себя и оставайтесь на Беларусь 4. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»